Уважаемые коллеги, 6 апреля, отгружаем саженцы на Винницу и смотрим, как перезимовали саженцы в таком глубоком прикопе. Оказывается, чем глубже прикоп, тем лучше зимуют саженцы. У нас тут 90 сантиметров глубина этой траншеи, опилки перемешанные с землей, где-то 80% опилок, 20% земли и стоят саженцы однолетние. Ну вот мы, значит, отгружаем эти саженцы на машину. Ну так, вот, сейчас посмотрим, какая корневая система, как она сохранилась. Итак, влажные корни, насыщенные. Смотрите, смотрите, смотрите. А первый признак, что качественные саженцы, они тяжелые. Вот, и тут 10 саженцев, поднять их, знаете, не каждый мужчина осилит поднять такие саженцы. Высота саженцев 2,40, штамп 30 миллиметров на 10 сантиметров от прививки. Вот, в условиях воздуха, есть такая, в Западной Европе, в особенности, хранят в воздухе, в холодильниках, при температуре 0 градусов, относительной влажности 90%, хранятся они просто с открытой корневой системой. Немножечко не угадал с относительной влажностью и с температурой, и сразу корни покрываются плесенью. Мы вот уже за много лет поняли, что хранение в прикопе самое лучшее. Самый лучший способ хранения в прикопе, прикоп должен быть глубоким, постоянно, когда пульсовая температура, надо добавлять влагу, и вот такой саженец, так он сохранился в прикопе. Пожалуйста, вот, подойдите сюда, тут уже у нас заканчивается погрузка фуры. Фуры, вот, ну вот, я метр семьдесят, смотрите, какие саженцы. Значит, полностью сюда входит длина фуры 13 метров 60 сантиметров, сюда где-то 8 тысяч саженцев черешни войдет в эту фуру. Качество решает все, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, вторая машина идет на Винницу. Первую мы загрузили черешню и персик. Сейчас грузим грушу, однолетку. Значит, груша у нас с хорошей корневой системой. Однолетка с кроной выше места окулировки. Сейчас мы замеряем, сколько у нас выше места окулировки на 10 сантиметров. У нас 27 миллиметров груша. Корень айвы. Айва БА-29 и Айва С1. Значит, очень красивая груша идет на Винницу. И через день мы выезжаем с консультацией, чтобы правильно посадили грушу. Чтобы не посадили корнями вверх, как говорится. Потому что всякое бывает. Не все профессионалы сейчас. Вот так. Сейчас будем грушу заканчивать грузи. Догрузим еще черешню. И машина поехала дальше. Уважаемые коллеги. Второй длинномер идет на Винницу. Черешня на полукарликовом подвое. Вы видите, высота 2,40. Мощная корневая система. Запланирована хозяином. Мы будем консультировать. Садить будем тремя методами. По методу УФО, методу КГБ и стройным веретеном. УфО, методу КГБ и стройным веретеном.